Вот, ну шо, ну шо, давайте посмотрим видос Рейдена, который я хотел чекнуть, он вроде бы, мы ему набили, по-моему, 2000 подписчиков в телегу, поэтому он был обязан одеть женский наряд, то есть посмотрим на трапа Рейдена. Вы когда-нибудь задумывались о играх, которые отнимают ваше драгоценное время? Counter-Strike, Dota, Tarkov, в общественном мнении они стоят на первых строчках самых абьюзивных игр во всей индустрии. Однако, что если я вам скажу, что есть игра, которая полностью уничтожит вашу жизнь? Раз, легендарная игра, которая уже с десяток лет держится в топах стима. Она прошла стадии от бомж проекта, созданного на юнити, до более апгрейженного бомж проекта, все так же созданного на юнити. Оттого оптимизация так и заставляет мои глаза проследиться. Мощнейший компьютер Ирвис, 4 гига, 4 ядра, игровая видеокарта. Тем не менее, это лучший пвп-сурвайвл, имеющийся на рынке. Количество механик пробивает потолок, количество предметов для крафта наполнено сумасш... Бля, ебать, любители пиздят деревья, снова врываются в чат. Шадьшим образом. Строительство развито до отвала челюсти. Мир наполнен активностями. Животные, рэтауны, бомжи. А что самое главное, в игре есть болтающиеся шоколадные дубинки у персонажей. Причем размер вашей волыны зависит от вашего личного Steam ID. Которыми в тебя будут активно тыкать на протяжении всего геймплея. Однако есть у этой игры один ма... Блядь, но он не выглядит как милый трапик. Он не выглядит как милый трапик. Блин, ну... Что с ним сделали? Кто это сделал? Господи, Рейден, кто это с тобой сделал? Что это за хуйня? Это выглядит как... Блядь, че-е-е-е-ел, что за хуйня... не будем обижать рейдена принцип нормально а ленький минус но да ладно окей в движении лучше и чисто время ты бы и собаки вдул ты хвост времени которую нужно затратить на нее ведь фейс панч разработчики гаррис моды и как следствие раз то прекрасно понимает какой у них комьюнити абсолютных но лайферов не ду так так в принципе ну что то есть что то есть что то есть что то есть которые дают этой игре огромное будущее при этом забирая его у себя в этой игре сложно не жить построй хату добыть ресурсы выбей пистолетики пулемете сделал мэйзенберг изучи то изучи это ну и самое главное не забывай обороняться от бомжей которые за 100 дерева готовы устроить королевскую битву господи до разработчики даже помогает своему но лайф комьюнити жить в этой игре еще дольше добавив систему оповещения на телефон когда твою хату взрывают посреди ночи пока ты в оффлайне а еще если ты захочешь вот прям сейчас выйти из игры будь готов что ты прям сейчас не выйдешь ты обязательно задержишься еще на пару часиков например я хотел выйти из игры и задержался всего лишь на 9 мать его часов но ничего страшного ведь я не провожу все свое свободное время в этой игре всего лишь наиграл 60 часов за пять суток это по 12 часов в среднем в день да вы только посмотрите во сколько были записаны мои футажи в игре я себя чувствую как в клетке гибать не дает мне полноценно жить он ограничивает твою жизнь но согласись и я же тебе нравится да да мне нравится раз а еще мне нравится game swim это магазин лицензионных ключей для playstation например здесь вы можете приобрести такие топовые новинки как call of duty modern warfare 3 cross-game bundle ufc 5 футбол club 24 а также куда без старых частей человека паука и алана вейка ведь ты так давно хочешь купить ту самую игру и можешь сделать это прямо сейчас понял простите раз мне действительно нравится это уникальная survival пвп игра не похожа на остальные уникальность раста проявляется во всем даже противника тут никому нельзя верить надеюсь будет тебе то хотя бы верить можно и ты мне наставишь две с половиной тысячи лайков под этот видос спасибо знакомьтесь бомж голожопы бичара дебил с двушка как угодно один из опаснейших представителей местной флоры и фауны его особенности это голая жопа развивающийся по ветру и двустволка в руках и пускай его броня вкачана на один из десяти поверьте его скрытность и опасность нивелируют этот недостаток самый опасный перк умение сидеть под хаты в ожидании хозяина а как только тот откроет дверь эти ходячих блять серьезно там настолько легко сдохнуть и седалища способны под сидеть тебя где угодно даже в людных местах но тимбом что-то еще не страшно куда страшнее когда их двое кто-то на это соседи пришли вот познакомиться с тобой а понял выхожу это очень жестокая игра но не бойтесь вам будет гораздо легче играть если вы выберете персонажа абсолютно правильного цвета кожи ведь ночи в расти темный а с таким цветом кожи твой стелс вкачивается на full level а взяв двушку в руки вы становитесь неуловимы а тут скины на персонажей тоже выдаются рандомно но мне по крайней мере повезло я получил свои владения негативного персонажа а взяв двушку и подсидев по домам школьника я даже довел его до слез исключительно позитивная игра за мальца который подвергся такому моральному насилию всем опасность представляют даже голые бичи которые готовы мать продать лишь бы получить твой лут во время замеса они влетают с двух ног со стартовым камнем и переполненным чувством агрессии бля это реально выглядит как весело погоди там есть кроссплей с иксбоксом нихуя себе просто когда я играл это было супер скучная хуета если честно где пистолет надо было три года собирается забить тебя им а потом еще и твое тело раздробить сожрав твою ногу и поверьте это страшнее любого босса из драк соус но если ты решишь построить свой домик не на том месте то ровно в тот момент когда ты отойдешь в туалет или похавать либо не дай бог поспать то останешься с голой жопой на улице игроки здесь следят за тобой знают каждое твое действие а потому у каждого опытного растера есть игровое ведро под стулом а едой растер они питаются они голодают во имя просветания клана в росте но не просто же так в эту игру наигрывают тысячи часов каждый а чё там реально делать столько времени крупный ютубер знает что для удержания зрителя ему нужно устраивать эмоциональные качели где-то сделать момент поскучнее где-то повеселее где-то динамичнее и это правило работает везде фильмах в сериалах в играх и раз это одна из немногих игр у которую это правило работает на 200 процентов ваш спектр эмоций во время геймплея будет незабываемо контрастный просто убегаем адрюк просто беги объясни нахер мы в это играем кто дверь открывает фейс панч на своем члене крутили большинство три пола и проектов создав игру из говна и палок который удерживает максимально твое внимание тебе то плохо то хорошо то грустно то радостно и поэтому в эту игру так и играют много но вот что у фейс панч не получилось сделать так это собрать вокруг себя бля нихуя хорошая комьюнити ведь это одно из самых токсичных комьюнити которые когда-либо видел каждый обозлен друг на друга кто-то кому-то желает плохих моментов жизни а на ютубе пару лет назад была самая настоящая растерская война состоящая из кучи разоблачений тотально разоблачение дефорс 646 тысяч причем переходящие все рамки адекватности все дошло до того что администраторы одной линейки раз серверов искали администраторов другой линейки серверов в реальной жизни вычисляя место жительства и место учебы планирую нанять ребят которые исправят им носовую перегородку один довольно крупный растер на те времена обманул рекламодателя на 20 тысяч рублей послав его на а чуть позже и вовсе сел за решетку на 7 лет по статье 228 мука рф за не нихуя сами понимаете чего при этом при себе он имел 39 чаевых пакетиков вот что я называю раскопал тайник в игре очень часто все относятся к расту как жизни не понимая что это всего лишь игра и его снова построена на токсичности и лезть в это болото самому очень страшно но тем не менее в это я наиграл девятьсот пятьдесят часов да я поехавшую я думаю по мне это в целом видно ну а если вы еще не передумали покупать эту игру да она еще и платный я обязан вас предупредить что первоначальный ваш геймплей будет выглядеть вот так но не беспокойтесь длиться это будет недолго всего лишь первые часов 150 пока вы освоитесь пока не нужны гайды на ютубе смотреть как че закрафтить потому что прижиг зарейдили хату даетесь пока вы освоите растерский язык а вот потом вы уже возможно сможете даже класть на лопатке бомжей с луками но не стоит забывать о бомжей с калашами для победы над ними внесите еще 500 часов своей жизни а иначе тут тут дорога но уже ближе к девятиста часам вы начнете играть прям как я ни хуя мувик хорошее ну а мой геймплей довольно просто захожу отсасываю и выхожу так мы например рейдили с андрюхой админа моего дискурс сервера по ссылке в закрепленном комментарии так вот рейдили китайцев 6 часов ну и в итоге не зарейдили а просто отсосали такой смачный потратив время нервы но получили кучу эмоций и раз это как раз таки игра про эмоции она их доставляет в миг четко и вполне по делу я дивы даюсь как разработчики на протяжении 10 лет стабильно выпускают обновления идущие на пользу игре их прогрессию можно спокойно видеть по онлайну раз то вспоминаю каким куском кала раз было лет 7 назад но такой тепленький свой какой-то и во что игра превратилась сейчас в кому да не то же самое майн контента льющегося из каждого угла за такое можно выразить огромное уважение разработчиков и у фанатов этой игры в том числе и у меня есть одна большая дилемма раз для нас это огромная любовь которой сложно прикоснуться ведь она отнимает всю твою жизнь и становится главным смыслом разрушая тебя как личность в реальной жизни тебя перестают воспринимать реальные люди как живого человека но те да блять почему ты сигу-то замазал блять сука вот сразу видно что не боя музыка из году форрагнарёка тем не менее сквозь тысячи часов тысячи эмоций и удовольствия к сожалению это та самая любовь которую очень сложно назвать разделенной или взаимной спасибо за просмотр и 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